Городок НЭП, Горизонт, Стройтехинвест 21. Остановившихся жилых стройок и обманутых дольщиков в области все больше. При этом региональный закон о дольщиках, благодаря которому решились проблемы достройки домов фирмы «Россия», отменили. Общественники считают, что сегодня нужны новые меры поддержки дольщиков. Например, людям можно выделять земельные участки. Создается, точнее, жилищно-строительный кооператив, и участник далекого строительства передает в качестве вступительного пая этот земельный участок. Таким образом, пострадавшие участники объединяются в ЖСК, объединяют этот земельный участок, застройщик формирует этот земельный участок под строительство и достраивает дом. Отдает им квартиры, остальную часть квартир или домов он уже использует в коммерческой прибыли. Такой механизм уже успешно реализуют в Ленинградской области. При Амуре может перенять этот опыт, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. Жительница Благовещенска Вера Тарунова вложила в долевое строительство больше миллиона рублей пять лет назад. Инициатива выделения земель для нее – последняя зацепка для решения своей проблемы. Наши проблемы никого не касаются. И, как бы, получается, другого не остаются люди без жилья. И другого выхода, как бы, никто дать не может. Ни министерство строительства, ни правительство. Руками разводят, помочь ничем нельзя. А что людям делать? Поэтому, конечно, для нас это выход. Застройщики признают – идея выделения земельных участков хорошая, но до ее реализации еще пока далеко. Слишком много нюансов нужно решить для того, чтобы дольщики получили таким путем свои квадраты, не доплачивая ни рубля. То есть выделяемая земля должна быть как минимум с инфраструктурой. То есть строить в чистом поле никто не будет. Возможно ли разработка такого законопроекта? Запрос об этом мы направили в областное министерство строительства. Общественникам власти ответили, что подходящих земельных участков в регионе нет. Из ответа министра транспорта и строительства Амурской области. В собственности Амурской области отсутствуют земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, которые могут быть предоставлены гражданам, пострадавшим от действия или бездействия застройщиков. На основании вышеизложенного считаем, что разработка данного законопроекта является нецелесообразной. Возможно, такие земли регион мог бы вывести из федеральной собственности. Например, подходящие участки есть у Министерства обороны. Передача этих земель субъекту вкупе с подключением к коммуникациям силами муниципалитетов снизили бы себестоимость жилья до 30%, говорят строители. Еще одна мотивация для застройщика – субсидирование регионам процентной ставки по жилищным кредитам. Тогда оставшееся жилье, построенное на этих землях, активнее бы покупали и другие клиенты компаний. Но на все это нужна политическая воля руководства региона, считают дольщики и строители. Пока ее не будет, обманутым дольщикам останется строить разве только воздушные замки о собственном жилье. Антон Сильвоник, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.